Папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа Эй! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, канал Купленов Плей. Продолжаем Киберпанк. 2021 год на дворе. У тебя уже 12 получать до этого дней. 13-й день. Я наконец-то... Всё, у меня закончились видео, записанные наперёд. Поэтому теперь, собственно, практически в прямом эфире. Гирлянда, если что, сзади до сих пор висит. Шапки нет. Я просто гирлянда не включил, потому что, ну всё же, сколько можно? Сколько можно праздновать? Короче, насколько вы знаете, у нас тут конкурс идёт про розыгрыш компа, который я практически самолично собирал. Стрим на канале есть, можете посмотреть. В сообществе, в записях есть ссылка на сборку видео нового компа. Комп 2 в 1. Короче, сейчас играю с него. Сейчас играю с него, но записываю пока со старого компа, потому что надо всё настраивать. Это очень долго, сложно, много. Но я как бы все эти дни вообще не подходил к компам. И типа отдых, каникулы и все дела. Вот. Поэтому за пару деньков всё это настрою и будет уже всё работать в одном компе. FPS сверху стоит 60. У меня включена вертикальная синхронизация, чтобы не было разрывов картинки на ютубе у вас и у меня. И поэтому вот. Настройки. Закрутил, типа, 2К разрешение, потому что у меня монитор 2К. Всё на максимум, кроме там выключил какие-то эти. Выключил RTX. Не сам RTX, а вот эти вот ненужные всякие тени с трассировкой. И вот эти вот с трассировкой. Короче, сама трассировка включена. А вот это вот мне не нужно, потому что это очень сильно жрёт FPS. И в этом, собственно, смысла совершенно мало. Всё остальное высокое. Стоит всё прекрасно, всё хорошо. Вот. 60 FPS вроде держит, вроде всё красиво. Если будут просадки, собственно, не будут на экране. Я одну серию запишу 60 FPS, чтобы самому посмотреть, насколько оно всё как хорошо работает. Вот. Поехали. Поехали. Я комментарии ваши не читал особо, потому что реально я не в ютуб особо не лазил, ни к компу не подходил, ничего всё это вот не делал я. Поэтому. Поэтому, если вдруг за это время, за выходы этих 20, там, 57 серий, которые записывал наперёд, что-то поменялось, ну, потому что читать каждую серию комментариев, получается, там, много устаревшей информации, которую я уже сделал, которую я там что-то поменял. Поэтому, если вдруг что-то до сих пор не сделано из тех серий, которые были, по вашим комментариям, вы под этой серией, если это в кучку, так сказать, соберите, напишите, а я почитаю и посмотрим. Потому что, ну, опять-таки, большинство комментариев, которые были, они уже не актуальны, потому что я сделал всё в других сериях, которые, соответственно, были записаны вперёд, и ещё не вышли. Всё! Вроде всё сказал. Поехали, продолжаем. Погнали вперёд. Мы едем к товарищу Джонни, не к товарищу, к самому Джонни, а к товарищу нашего друга Джонни, чтобы он там что-то ему куда-то, это, сказал ему, не самоубивайся, друг, оно тебе не надо, всё будет заебись, всё будет хорошо. Поехали! Пойдёмте посмотрим, чё как, чё куда. Всё вроде как включил, всё вроде как работает, ничего не забыл, всё хорошо, всё нормально, да? Я здесь. Окей! Мне предлагают через забор хуйнуть. Это я умею. Это я умею, поехали! Так, вытащить оружие. Я видел... Опа, 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 спокойно. А зачем его, собственно, ебать? А зачем, собственно, убивать охрану, если мы пришли пацану помочь? Зачем нам это делать, немножко не понимаю. Немножко не понимаю, ладно. Так, смотри-ка, изображение не рвётся, всё хорошо, картинка на месте. Блядь, ещё что-то? Да не попал, ни хуя у тебя шапка Рейдена там, смотри-ка. Это чё, Мортал Комат какой-то, я не понимаю ничего. Как ты долго перезаряжаешь, заебал. Я уж забыл, как она долго перезаряжается. Так, а чё-то в меня шмаляют, да, прям жёстко? Для робота какие-то есть? Или тут роботы живут на охране? А как это так? Ну какие роботы на охране? Вы о чём вообще? Так, где ещё? Ага, вижу. Ой, хорошо. Ой, красиво. Так, фиолетовый, вот как подбирать-то? Как кнопки? Я забыл уже всё управление, всё, сколько? Две недели я его не включал, вообще всё забыл. Не забыл, правда, как по этим, по головам хэдшот ставить, так же нормально. Так, у нас, по-моему, меч, самурайская катана, у нас снайперская винтовка, и чё-то у нас есть... Не понял, блядь. И чё-то у нас есть ещё. Это всё, что я помню. Так, один. Это катана, хорошо. Два. Это пистолет. Это пистолет Джонни, да, по-моему? Не помню точно, но вроде как это он. Писали в комментариях, это я видел немножечко, что типа его нужно прокачать, и тогда он будет такой же убийств, немощный. Но как бы мы не пистолеты сейчас качаем, и я так понимаю, что если это не прокачивать, то этот пистолет не станет таким мощным, каким он был в этих вот Джоннивских... Что это? В Джоннивских флэшбэках. Поэтому пока пользуюсь... Это он или нет? Секунду, я посмотрю. Так, и инвентарь, снаряжение... Тут же все так сложно. Малориан ARMS, легендарная, культовая. Ну, наверное, его, да? Так, какие-то новые шмотки у меня есть. Что вообще происходит, блядь? 28,3. Обычная балаклава с реактивной прослойкой. Так, спокойно. Ну, давайте. Ну, хотя, в принципе, шапку-то я рэкок не менял. У меня пока все нормально. Так, здесь чего? Очки 33 брони. А что никакие очки не ношу? Ну, вот, пожалуйста, очки. Чего не нравится? Непонятно. Так, вот откуда у меня все это взялось? Я что-то особо и не помню, чтобы у меня вообще что-то было. Так, вот я надел куртку Джонни. По-моему, я все это проверял в конце прошлой серии, если я ничего не путаю. Но я могу путать вполне себе. Так, плюс скорость передвижения. Это, кстати, классно. Я не буду, наверное, вот это составлять, потому что, типа, одна всего лишь единичка брони, но урезается скорость передвижения. Окей. Так, все, пойдемте. Давайте с этим антарем потом разбираться. Так, как стрелять? Стрелять, ага, вот на эту кнопку в прицеле. Не понял, нахуй. Красный легендарный лук лежит, желтый. Ух, а что я такого подобрал-то? Что я такого подобрал? Подобранный предмет, какой-то автомат, пулемет, пистолет, непонятно. Так, открывайте, я пришел. Открывайте, я пришел. Да уж, блевотный китч. Надеюсь, хотя бы стоило до хера. Чем-то же надо оправдать эту безвкусицу. Так, а что еще помню? Тап, тап это сканер, да. Тап это сканер, все, быстренько пусканируйте, посмотрите. Хорошо. Блин, кто вообще выбирал это штампованное говно? Скорее всего, не Керри. Он предпочитал есть в ресторанах. Так, чисто обратился в конторку, наверное, какую-нибудь. Ему все сделали просто. Под ключ, под заказ, и все, и замечательно все работает. Так, найти Керри в особняке. Давайте найдем. Мы типа, если будем ходить, перемещаться по местным... Что такое? Знакомый альбом. Что это? Second Conflict. Керри всегда придумывал такие попсовые названия. Вижу, ничего не поменялось. Не, но этот даже я знаю. Не подлизывай. Что это? Наш старый сингл. Не знаю, зачем Керри хранит это говно. Never fade away. Этот я, наверное, люблю больше всех остальных. Это типа флешбеки по поводу их записей. Я прочитал в комментариях по поводу квеста, который к Джонни относится. Типа, там нужно подойти к какому-то мужику на рынке. Керри, как прекрасная бабочка, рождается из шелкового кокона самурая. И тогда начнется квест с самим Джонни по поводу воспоминаний его песен. Что-то там типа-то... Так, ножку взять. Это что такое? Евро-доллары неплохо. Неплохо, но очень мало. Ну ладно. Эта штука мне нравится. Тачка. Да, она уебищная, говорит, на самом деле. У ней даже стекла нет. Зачем эта тачка нужна вообще? В ней же ничего не видно. Мне просто сидеть не ездить, что ли? Я бы сказал, единственная нужная вещь в этом доме. Кровать-то да, спать-то нужно где-нибудь. Сто процентов. Сто процентов. Так, найти Керри в особняке. Где-то здесь. А, в смысле, вниз что ли? Ты что, издеваешь, мне? Что это? Пуплиц. Где-то музыка играет. А, юб. Он похоже в ванной. Причем один. Это хорошо, поверь мне. Но все, дальше я. Пора его оттуда вытаскивать. Опять, что ли, переключаться? Загидывайся таблетками Мисте и начнем. Ну, давай. Окей. Сейчас опять пойдет в разгул, опять начнется в мать какую-нибудь хую. Что опять со звуком не то? Музыка сама громкая, а... Так намного лучше. Интересно, какие тут для красоты, а на каких еще можно играть? Сыграть? Ну, давай вот это. Мы все проебали. Думаешь, что ли? Кто, блядь, тут? Да это я, ёба! Ну, играй дальше. Ээээ, ну, окей. Хорошо. А что, тот холл так умает играть, или что, блядь? Больше никто на гитарах не играет. Хе-хе-хе-хе-хе. За что? За что? А я смотрю, ты немного изменился. Новый стиль? Идешь в ногу с модой. Ну, да-да-да. Кстати, пока крупный план, давайте знать, что проверим. Опять полезем в настройки, давайте включим вот эту всю хуйню. А, зернись, это уже включено, что ли, хроматические операции? Типа, полная картинка, как её хотели разработчики, кроме размытия в движении. Я не терплю вообще этого размытия, потому что это, блядь, очень некрасиво выглядит. Но можно включить, просто посмотреть парочку минут, полную, так сказать, графику вообще в принципе. Я не вижу никаких хроматических операций, типа, это по краям должно что-то какое-то эффект давать. Да не ори ты, блядь, а я не про тебя. Ты даже в гибернацию впал, что ли? Сам-то ты как? Бля, Джонни, мне надо накатить. Ну, хорошо. Давай рассказывай, почему ты выглядишь как мелкий вор из посмертия. А, вот так вот. Расскажи лучше, что ты засунул себе в глотку. Ты же всегда ныл, что я пою мимо нот. Ебать ты устроился. Погоди, это только начало. Ещё что-то хотел... Ты бы с четвёртого альбома въехал сюда. Хорошо продался, видимо. Завали, Джонни. Просто, блядь, не начинай. С кем ты подписался? В смысле? С Расакой, блядь. Да, с утра записываюсь у них на студии, а вечером Юри Нову заскакивает ко мне. На барбекю. Это правильно. Так с кем подписался ты? МСМ Рекордс. Что ж, тоже столб общества. Всё в золоте, блядь. В золоте и в сраче. Давай, располагайся и рассказывай, где тебя носило столько времени. Так, сесть. Это будет долгая история. Да мне похуй. Мне важно, чтобы в этой истории каждый эпизод был трагичный, как пиздец. Только вот не говори мне, что ты всё это время катался с кочевниками, подставляя лицо ветру. Или что ты тусил на орбите и решил оттуда слезть только для того, чтобы меня тут говном поливать. Иначе я ебанусь. Так, взять бокал. Ну давай вот так вот. Поверь, это трагедия. Только не было фраз, ты будешь рдать как сучка. Ха, бля, помнишь? Это был единственный раз, когда Генри пришёл на репу чистый и трезвый. Да, и играл какую-то хель. Зато Дэнни была рада. Я не знаю, где эти люди. Никогда не понимал, что Дэнни нашла в Генри. Она ж была умная деваха. Может, даже слишком. Особенно по сравнению с нами. Да не. Ей же всегда нравились неудачники, которые даже одеваться не умеют. А Генри был идеален. Инфантильный долбоёб. Ещё и вечно под кайфом. Да таких можно спасать бесконечно. Вот меня она спасать не рвалась. Ну для этого ей пришлось бы встать в очередь. С кем ты из наших пересекаешься? Ну только с Нэнси. Её теперь зовут Исида Бесс. Работает на 54-м. Могу узнать, что с Дэнни и Генри, если хочешь. Что, блядь, его штанами? Можно снова собраться. Я не знаю. Поиграть вместе. Так. Это типа про этих, про всех пацанов. Давайте узнаем. Исида Бесс. Это ж надо было выдумать. Похоже на псевдоним стриптизёршек, которая прётся от древнего Египта. Ой, блядь, как жаль, что ты умер. А то бы она обязательно спросила твоё мнение. Ну а как она вообще? Кроме того, что забила теперь на музыку. Можешь сам у неё спросить. А Генри, наверное, уж давно спился. Ну если бы он умер, я бы об этом знал. У нас есть общие знакомые. Пара звонков, и я узнаю, где он сейчас обитает. Я подозреваю, Дэнни до сих пор играет. Талантливая была девка. Ага. Она что-то там выпустила недавно. Даже переехала в Нортовку. Ты же сказал, вы не общаетесь. Так я и не от неё узнал. Она меня вообще похожа избегает. Ты вообще выходишь отсюда? Нет. Ну и некое там делать. Неужто хочешь возродить самурай? Это их музяк играет, или это из радио не приводит? Ну так. На один концерт. Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает. Мне же надо следить за своей репутацией. Только я не буду всем объяснять, что произошло. Окей? Да не, забей. Слишком скучная история. Биочипы, планы Аросаки, волшебные таблетки. Хм. Просто скажем всем, что ты мой новый бойфренд. Охуенно. Я только за. За и Битлз? За и Битлз, блядь. Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси, а сам попробую выцепить Генри и Дэнни. Что, блядь, с его халатом? Но если у меня не будет, договаривайся с Ви. Ладно. А вы дружите? Не, не особо. Но ты же понимаешь, у нас нет выбора. Что значит не особо-то охуел, что ли? Что значит не особо, ты чё, блядь? А как мне? То типа мы друзья, татухи там бьём друг другу везде. А тут, говорит, нет, нихуя. Джонни, всё норм. Уже нет Джонни нихуя. Нет. Ты, наверное, Ви. Джонни предупреждал, что такое может случиться. Вы хоть нормально поговорили? Я уже чувствую грузение совести. Ты это, посиди пока. В себя приди. Вообще ни о чём не волнуйся. Ты чё, пиздобол? Ты всё слышал. Когда эффект слабеет, начинаю слышать. Ну? Хочешь увидеть самурай живьём? Другого шанса может и не быть. Ну, давайте, конечно. Давайте, конечно. А хули, нет? Ладно. Я звоню Нэнси. Молодец. Хвалю. Только она нахуй, наверное, пошлёт. Она же скажет, ты кто вообще, блядь. Скажет, ты кто? Так. Звоните Т. Т, точно. Окей, поехали. Ой, куда это я? Как отработает? Э, Нэнси? То есть, Исида? Исида Бесс? Нет. Это её недооценённый и приутомлённый ассистент. Стивен, 54 канал. Слушаю вас. Мне нужна Исида. Её тут нет. Так. Давайте сразу с козырей ебанём, потому что нам эти разговоры вот нахуй не сдались. Мне писали всё-таки, что это какой-то глюк с Доломейном. Но я посмотрел ответы, и люди там спорят между собой, что это глюк, это бак, хуяк. Ну, я же сделал сквест с Доломейном. Всё давно было нормально, а он ненормальный. Я звоню из резиденции Керри Евродина. Круто. Но Исиды всё-таки нет. Но мы её ждали два дня назад. Она поехала в Тоттентанс, чтобы снять сюжет о Мальстрёме. Звоните на следующей неделе или следите за новостями. Если с ней что-то случится, я первый об этом расскажу. Видит, что-то не так. Да, конечно, что-то не так, естественно. А, давай скатаемся в Тоттентанс. Давай скатаемся. Давай скатаемся. Так, войти в Тоттентанс. А с этим типа всё, типа похуя на него уже. Так, я включил всё, да, размытие в движении, хуяжение и всякие эти непонятные... Зачем я убивал охрану-то его, я не понял. Вроде всё должно было быть... Так, у меня shift переключение, да? Блин, как я забыл, как вообще играть в эту игру. Так, войти в Тоттент... Не понял. А, в Тоттентанс, поехали. Вот быстрое перемещение узнаю, где находится. Так, это Тоттентант... Блядь, Тоттентан, как правильно доехать? Отсюда, наверное? Грузиться, кстати, стало гораздо быстрее. По крайней мере, в начале. Сейчас не знаю, сейчас посмотрим. Первая загрузка этого места, в принципе, на новом компе, потому что до этого я не заходил никуда. Вот как там загрузился у меня в начале, в этой миссии. Так, собственно, больше никуда я ничего не делал. Так, Лопттентантанс. Мы здесь можем разбирать предметы, улучшать нашу оружку. Все вот это вот, правильно я понимаю? Так, опа, нахуй. Прыжочек хороший. Хороший, прекрасный прыжочек. Так, это что такое? Это какие-то разборки. Это полицейские хотят меня убить. За что, блядь? Я ничего плохого не сделал. Просто пробегу, пацаны. Просто пробегу, все. Так, новая зона, маленький Китай. Так, я куда? Назад мне надо вернуться. Как это работает? Я забыл уже, блядь, все вот эти вот... Куда кнопки тыкать? В каком-какое место камеры переключать? Че, куда, че, зачем? Так, М, да? Н. Нет, Н это фоторежим. Хорошо. А как Б? Нет, В. Точно В. А В это вызвать транспорт. Хули ты мне агутишь, я не тебя вызывался. Ну, давай, хорошо, иди нахуй. Нет. Что значит нет? А хули ты мне сигналил? Нет, нет. Нет, иди нахуй тогда. Главное, подъезжай. Я, главное, вызываю машину. Он такой подъезжает, сигналит, делает претензии. В итоге я даю ему пиздюлей, и он чем-то еще недоволен. Серьезно? Это вообще неправильно. Подъехал, посигналил, все, вылази нахуй, я поехал. Че за дела такие? Че за музыка? Музыку-то какого-нибудь помним, нет? Так, не забывай, что у тебя есть друзья. Хорошо, я помню. Я помню, хорошо, панамочки. Я помню, может быть, когда-нибудь попроще. Может быть, когда-нибудь потом. Подожди секунду, не тормозь. Блядь. Спокойненько, спокойненько. А, вот я еще что хотел хоть посмотреть. Я не знаю, настройки сохранились либо нет. Я же покачал ее по новой, эти сохранения свои перекидывал, получается, через облако. Во! Я же говорю, что что-то не то. Я же говорю, что что-то не то. Какой 10? Ты что, ебанулся? 85. 85. 85. А диалог на 100. Вот. Диалог на 100, чтобы этот был. Чтобы их было лучше слышно. Я потому что чувствую, что что-то не так со звуком. Диалоги должны быть гораздо громче. Так, тентентанс, хорошо. Подожди, может быть, тентентанс это ход? Почему так называют? Алло. Ви, я понимаю, что дикие крики в тот, тентентанс и обычное дело. Может, там просто репетирует какая-нибудь группа, но не исключено, что все гораздо хуже. Черт, ка-дем начинает складываться. Некоторый журналюк не поперся бы в тот, тентанс. Кроме Нэнси. Хорошо. Так, здорово, пацаны. Ну давай, вперед. А, просто идти, ладно, без проблем. Я, кстати, что еще грустного узнал? Совершенно грустного. Сказали, что здесь нет импланта, который увеличивает яркость и, в принципе, ни фонаря здесь нихуя нет. Здесь просто нет ничего, что помогло бы мне лучше видеть в темноте. Вообще. И это нихуя не весело совершенно. Потому что ходить тут в темноте, ну, темно. Темно, неприятно, некрасиво. Я не хочу ходить в темноте. Как бы, ебать, там какой-то уже 21 век, там, 22-23 век. Спасибо. Ты тоже так ничего. У меня даже раньше был такой хром. Тебя прям что-то переборщило, пиздец. Тоже, фонтон, танц? Заебись. Третий. Нажми кнопочку, я пальцев не чувствую. Да без проблем, без проблем, фонтон, танц. Че я сейчас говорил, блядь, вылетел из головы? Вылетел, че я сейчас говорил? А, типа, 28-й век нахуй в игре, они до сих пор фонарик не придумали. Это же так удобно. Просто взял себе в лоб, встроил фонарик. Как знаешь, эти шахтерские каски какие-то, вот есть специально лобные фонарики есть. Да-да! Они играют шум лифта? Блядь, че-то, наверное, слишком новомодное. Взяли бы, встроили в лоб бы фонарь ему, и все было прекрасно. Не, че-то бы угли, че-то пердили. Че, да, я прям такой же обдолбанный, что выгляжу. Мне кажется, я адекват. На каждого найдутся свои методы. Сука, ни хера себе. Помнишь, что запись в Изумфудс? Это пацан, который завалил Ройсер. Не, не-не-не-не-не, он же не тупой сюда приходит. Это про меня, да? Так это ты? Ээээ... Не знаю, о чем ты. Да, это он. Нет, не я, пацаны. Ничего себе, какой выпил шанс отличиться. Так, кота, ну дайте. Вон отсюда, живо! Дайте нахуй. Я не слепая. Патрица. Что тебе надо? Осторожней с этой бабой. Ладно. Я ищу и Сиду Бесс. Не в курсе, где она? Работаешь с ней? Нет, хочу поболтать. Она вроде здесь. Поболтать? Ясно. Я тебя отведу. Пойдем, отведешь, пойдем. Как-то все слишком просто. Забей. Сейчас главное найти Нэнси. Ой, бля, какая же что-то помойка какая-то. Вообще, я должна сказать тебе спасибо. Пожалуйста. За что? За то, что убрал Ройса. Давно пора было. Я тоже от этого выиграла, надо сказать. Без проблем, обращайся. Ну, здесь, типа, графин должен быть нормалек со всеми вот этими вот хуйнями. Это все стены какие-то, что-то все, кругом какие-то непонятные вот эти вот, блядь, световые облака, какой-то дымок, пар. Ну, как-то так все это выглядит. ФПС вроде стабильно, да, держите? Это 60, проще. Их, скорее всего, должно быть больше, но если я выключу ритуаленсионализацию, картинка вся будет рваная. Катану! Хочется, чтобы история повторилась еще раз. Ась, как знал, блядь! Как знал, сука! Катаночка в ход пошла, ебану, пацаны! Катаночка в ходу, я вас сейчас всех войду! Я сейчас ноги вам порублю, ебало всем накорочлю! Ушла нахуй отсюда, скотина ебаная, все, что ли? Так, как-то лечить, лечиться как? Это там, мышка. Нет, это граната! Блядь! Как лечиться-то? Хэ, окей. Извините. Я забыл. Никто? Клапки. Яви, как Керри Евродина. Керри? Что-то я уже ничего не понимаю. Наверное, слишком много времени провела с этой ебанутой. Я насчет самурая, потом поговорим. Ебаб, долбалась, где девка. Сначала надо выбраться. Иди со мной, я знаю дорогу. Я тоже знаю, как вы вперед, блядь, назад. Лиф, вон там, быстрее! Пошли, пошли, спокойно. Ебать, всех порубил, зашел, просто... Я помню, как на кнопку нажимать, что-то катаны хуярится, и все. Оставлю меня не с людьми, бать, спокойно. Вот это да! Так, пойдет? Блядь, сейчас набегу. А ты норма... Так, ну-ка, нахуй. Я уебу сейчас вас всех, нахуй. Уебу всех, блядь! Покрашу, нахуй! На спагетти пучучу сейчас! Ёбаная мука, блядь! Так, они чё... Ясно, ясно. А она ушла, ей похуй, да, вообще, в принципе, на меня? Классно. На, нахуй, не прошло. На, нахуй, не прошло. Через пороги, ебашка. Ой, хорошо попал, непонятно откуда, непонятно откуда. Чё-то как-то неясно, почему они ее отпустили, а меня не хотят. Где там друголепная? О, блядь. Это только разминка. А, а это только стекло, кстати, оно не простреливается. Не попал, представляешь? Попал, хорошо. Да прекратите так хуярить ты меня, пацаны, вы чё? Оу! Я ж тебя почти убил, ты чё? Да ёбаная же шмар! А-а! Попался! Сдохни, мразь! Выйди, пожалуйста. Блядь, думал, красный лут опять валяется. Вот и все. Хэдшот называется, понимаешь? Реакция какая-то. А, после каникул просто сразу, мгновенно в голову хэдшоты. Мать-то ебанулась, я там чуть не завалю. Ой, блядь, покой же. Ебать, умираю! Да, ну всё, прибыл, ты. Так ты выйдешь или чё? Пиять не успел. Ну как ты? Бывало и получше. Эта идиотка подумала, что я пришла шпионить. Может, он мне как-то слова кинь передаст, который знает только она и скажу, она всё поймёт, да? А, хотя, в принципе, он же не хочет никому что объяснять. Тогда ладно. Тогда ладно. Так, 31 патрон пока много. Пошли уже. Надеюсь, моя тачка там же, где я её кинула. Пошли, пошли. Не на узких помещениях я лучше скота. Так всё-таки, зачем ты сюда пришла? Хотела сделать репортаж про музыку автотантанца. Ты это пиздишь чё-то? Неудивительно, что Патриция не купилась. Всё? Какой короткий диалог. Ладно. Какой короткий диалог. А где все-то? Больше, типа, никого не будет? Я тоже, кстати, на машине не слечу. На модной только что купил недавно. Подожди, это тот самый клуб, в котором мы уже были. Или не так все одинаково сделаны здесь? Вон там мы где-то ждали. Первый раз заходили в клуб, в котором нужно было что-то подождать. Так, ты меня повезёшь, да? Поехали. Ну и чё ты встала? Твою ж мать! Да что такое? А что? Что случилось? Присумы на память. Могло быть и хуже. Кайлстром. А, Майлстром. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Поехали, поехали. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. Ладно. Так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. Только на один вечер. Нет, самурая без Сильверхенда. Эээ, вот так. За Джонни я сыграю. Ты? Да. Сильверхен все-таки был больше идеолог, чем музыкант. Я справлюсь. Не бойся. Ну. На дорогу смотри. Если даже Керри согласился. Что мне с этого будет? Нихуя. Хе-хе-хе. В смысле? Ты чё, охуела? Я вообще-то тебя спас. Мог бы дождаться, пока я наберу нормальный материал. А? Это Патриция? Просто ебану. Ну теперь всё уже другая будет. Надо было идти к ним, когда заглавного была не она, а Ройс. Тогда бы ты точно не выбралась. Поверь мне. Всё? Ну всё, так всё. Всё, я практически вспомнил всё управление. Практически вспомнил всё, что можно было вспомнить. Аптечку вспомнил, гранаты вспомнил. Перезарядку вспомнил. Помнил, что патроны можно крафтить. Сейчас нужно будет опять разбираться с инвентарём. Выхожу. Ну стой, а что с концертом? Скажи Керри, я всё организую. На связи. Хорошо. Окей, спасибо. Без проблем. Ну что дело сделано? Звони Керри. Звоню, звоню. А Керри Евродин. Всё звонит. А это нормально. Она согласилась, сказала, что сама всё организует. Опять всеми верт. Но круто. Ты нашёл Генри или Дэнни? Пока только Генри. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу всё завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живёт в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз. И поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретимся. Мне тоже надо? Зачем? Ну ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце от концу. Лови Ады. Этот вроде нормальный был. Непонятно, почему остальные ненормальные. Так. Километр 300. Километр 300, значит, быстренько переметнёмся по какому-нибудь перемещательному аппарату. Я могу без карты его найти. Понимаешь? Я настолько помню игру, настолько уже всё вспомнил. Я даже помню, как выглядят перемещательные аппараты. Из них сверху что-то синенькое торчит. Так, это светофор. Я думал, вот они пищат. Не, давайте делаем вот так вот. Я, конечно, помню, как они выглядят, но не знаю, где они находятся. Вот сюда вот. Поехали быстрее. Пока что не буду. Я, наверное, ни сегодня, ни в следующей серии... Я уебал тебя бы, если б знал, что ты меня собьёшь. Да вы ёбаный вас свет! Вы чё творите-то, чёрти, блядь? Не буду, наверное, ни сегодня, ни в следующей серии особо заморачиваться... Блядь. Особо заморачиваться с этим, как с менеджментом. Инвентаря. Вот эта вся хуйня, короче. Надо играть. Надо просто играть, потом разберёшься с этим интерьём. Тебе, я напоминаю, нужно, если вдруг что-то из тех комментариев всех старых, которые были до этого... А чё-то как-то не очень хорошо, это комфортно. Ну, блядь, поехали сюда. А что-то ещё не было сделано, то, пожалуйста, одним блочком, одним комментачком, одним, так сказать, абзацчиком мне, пожалуйста, всё это предоставьте. Я, кажется, всё прочитаю и уже пойму, что мы будем делать. Кроме квеста на друга Сильверхэнда, которого я, собственно, у меня записан уже ещё с прошлого года лежит. Так, а чё происходит здесь? Чё там против кого, за кого, кому? Чё там написано? Я уебу сейчас теперь. Конец близок. А, ну ясно. Я знаю, что конец близок, потому что мы уже выходили на финишную прямую, но просто решили с тобой поделать ещё пару квестов. Так, а можно, пожалуйста, мне туда-те? Убейте других! Я не хочу никого убивать. Ты о чём вообще? Я совершенно не про то. Я же честный, порядочный гражданин. Мне просто нужна машина, чтобы быстренько доехать. Эти все машины в любом случае с датчиками, с GPS-ами, с какими-то навигаторами, со всей вот этой вот ебалистикой, которая не даст этой машине пропасть. Её в любом случае найдут, поэтому как бы. Тем более, такую машину мы ещё не видели. Синенькая какая-то, непонятная. С раскраской. Как в NFS и нахуй. Наклеили всякой хуй-то и всё. Новая машина. Совершенно новая тачка. Радио такое мне не нравится, конечно. Спокойно. Как там называется моё радио? Вот это что ли? Это не оно. Подожди, как оно называлось моё радио? Вот это. Мои нити поу-пу? Мои... Какие твои нити, нахуй? Ты о чём? Тут играла другая музыка. Тут играла другая музыка. Алло, что происходит? Это аниме какой-то. Тут игрался... Ебать я, блядь, на чём таком еду? Но коней аритм. Папа, всем. Так мы, по-моему, едем туда же, нет? Особняк Дэнни. И они просто живут в одном районе. А где разгон-то? Будет сейчас, чтобы вот это жахнул, вот разом нет? И по-моему, зяк? Ну, подходит, такая, знаешь, тачка похожа, да? Похоже, что я мчу в аниме. Сейчас всё кругом такое начнёт, это искрится. Такие полосы полетят. Кругом вот эти... А-а-а! Залетят войны, какие-нибудь самураи и всё, да? Чё прям понятно, сейчас всё будет. Во-во! Вот оно, выходит! Ты гляди. Серьёзно? Что тут случилось? Может, у неё ремонт? А Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Так, подожди, тут следы какие-то. Какой интерком, нахуй? Алло. Я думал, сейчас размест в этой песне начнётся прям как жахнет, нахуй, разум. Ну ладно, значит, ищем дальше. Так вот, оно же, видишь, вот я же вижу. Лет, я так залетел, я так не мог. Найти Дэнни и Генри. Так, я запутался в их именах. Дэнни, Генри, Нэнси, блядь, они все какие-то слишком одинаковые. Ты сразу, что знаешь, американцы бы сказали, Саша, Маша, Паша и Наташа, я не знаю. И попробуй там разберись. Они все отличаются одной буквой, блядь. Дэнни, Мэнни, Вэнни, Пэнни, блядь. Вижу, Керри нас опередил. Ты, блядь, ебанутый! О, блядь, понеслась пизда по кочкам. Это хорошо, что ты приехал. У нас проблема. Это правда твой дом? Это и есть тот самый сюрприз Генри? А это кто? Твой бассейн? Походу, я много пропустил. Ты мне за это заплатишь. Он почему-то сильно обижен на Дэнни. И поэтому залил ей бассейн бетоном? Еще один пот к тебе зайдет. Но Генри всегда был эмоциональным. Может, тогда ты мне расскажешь, почему ты бросил меня подыхать на улице? Ну, я не вдавался в детали, но вроде как Дэнни однажды исчезла, а потом спряталась от Генри. Подозреваю, это было нетрудно, если он все время торчал, а потом сидел в рехабах. Ну да. Как уже? Не устроишь мне экскурсии. Что в итоге с концертом? Ты не познакомишь с семьей? Я пока еще не говорил с Дэнни, но похоже, ничего. И ты труп. Ви, поговори с ними. Кири только хуже сделает. Я тебе снизу башку на них. Не думаю, что они мне будут рады. Да не ссори. Они сразу остынут, увидишь. Кири тоже не то, чтобы с ума сошел от радости, что я тратила свою жизнь на какого-то подонка. И тут скандал. С дружком пришел. Здоров пацану. Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся. Я вообще-то от Кири. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Ну там типа ему некомфортно. Он не знал, что вам говорить. Вы же оба его друзья. Ой, смотри, какой чувствительный. Как будто не он подбросил этот мешок с галкой. Давно мне под дверь. Какой мешок? Какой мешок? Мы хотим возродить самурай на один вечер. А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. А что он тебе сделал-то? Нет, ни за что. Выбирайте или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну что, как ваши дела? Херово, Чумба. Дэнни не хочет со мной играть. А мы уже обо всем договорились. То есть Керри тебе платит. Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уебывайте с моей лужайки. Бля, я не хочу выбирать. Можно я съем хилку? Объясни, нахера ты это сделал с бассейном? Ты же знал, что Керри хочет уговорить Дэнни на концерт. Я думал разрядить обстановку. Разрядил, блядь. Тибил, блядь. так ну-ка то хватит листаться кто ли стоит может кто-нибудь расскажет что случилось ослеп что ли он залил мне бассейн бетоном наверное у него была причина серьезно причина ну тип того да думаю выбрать должен ты более меня бесит что дэнни зажимает нас в угол и ставит условия с другой стороны у генри каша вместо мозга ему вообще нельзя доверять спасибо ты мне очень типа кого-то одного что так это дэнни да а это генри у него каша в голове и помоги мне решить пожалуйста ну тогда давайте берем дэнни потому что этого каша в голове нельзя доверять раз уж надо выбирать сыграем с дэнни кери блять как так кто тут больше всех создает проблемы я или она слушай давай я знаю что кей шел бы ты нахуй хорошо что silver hand этого не видит закончил вали а че он ей блять бассейн зачем залил а что с нэнси я с ней на связи она сказала позвонит когда все устроит увидимся на концерте так подожди там чувачком на поговорить мне кажется мы сделали все что могли убили осталось только подождать на и все что-то как-то слишком дохуя бетона с одной фурта это как-то слишком много какой-нибудь пенообразующий или кто это такой то все в порядке нет блять это опять не напомнила насколько все не в порядке ничего концерту мне все пройдет интересно что генри и сделал думаешь это он виноват обычно дэнни не ведет себя как злобная сука думаю она знала что концерт важен для генри вову вряд ли она так бесилась из-за бассейна такая чё с тем то не нужно говорить чтобы узнать что происходит ты блять отхилишься сегодня или нет я нажимаю ему кнопку хэ чтобы он подлечился у меня них у них они лечится он тупо въебал ей короче забор цементной фурой вот этим камазом блять цементом залил гей бассейн а потом еще охуевает что они вот так бычет как бы это вполне себе нормальная причина чтобы послать его нахуй такой ситуации но дело горит не в этом что тут еще случилось нам об этом собственно не рассказывать так подожди пока нас познать насаждение давайте подождем давайте подождем кроме того а давайте вот что сделаем раз уж мы такие по джонни присели прям так плотненько квест джонни начинается на рынке цветок сакуры собственно это у меня написано в комментариях где рынок цветок сахары кабуки это много чего меняет цветок сакуры в кабуки точка перемещения так и называется цветок сахуры в табуки и где блять это находится здесь нет поиска по точкам перемещения быстро опять сюда можно хорошо о центр кабуки били вью подожди это центр кабуки а где именно цветок сахуры чтобы найти типа мне сюда нужно центр кабуки но больше как нет где-то там какой-то есть этот как у чуть-чуть добраться номер отеля скорее всего нужно вот сюда вот не факт конечно ну ладно если это кабуки то скорее всего это просто район какой-то там можно подняться куда-то наверх что там где-то сделать куда там что-то там какой-то уличный музыкант и типа диалог джонни все дела не а можешь попробовать как поставить сюда а поставилась так а поближе ездить перемещалку чтобы это переместился пока мы ждем чтобы нам позвонят мы так собственно сделать так где потому что я так понимаю что если мы прийти на меня сигналист а ты чё там закипел расстроился что сидит сидит расстроен ладно сиди я не виноват ну как бы это их разборки их терки металле есть вообще ничего то не особо это нам ничего не понимаем там нахуй пошлют лишний раз так вот сюда вот нам центр кабуки там нужно типа он какой-то лифт и мы сможем подняться на рынок если я все правильно помню потому что мы там были не раз мы там с этим как его зовут то блять самураем наши вот этим планы делали всякую хуйню творили прочее 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 мне кажется время-то идет где рынок я не понял может он где-то наверху почтомат почтомат разбой беливью сыгранная роль я сейчас на реально не помню но ничего кроме кабуки здесь а точнее из кабуки здесь больше ничего нет только одно место кабуки и все правильно я понимаю еще раз снимать нам прочитать на рынке цветок сакуры в кабуки а кабуки просто кабуки так я здесь и нахожусь кабуки то где этот рынок найти почтомат почтомат преступление почтомат где-то здесь наверно а это мегабаш нет нет ну где-то купить медсдат чего блять задание купить какую-то хуйню за 75 тысяч евро долларов а мне сколько а у меня три ну да сейчас попозже сейчас пару минут осталось так вот мир проход наверх надо на рынке сейчас все будет пока ищем рынок а нам собственно сейчас нэнси позвонит если так нет это отель даже не то это отель она уже проход на рынок сейчас к типа утра народ на улице не так много может где-то здесь это тоже отель написано ебаный вот а вот еще проход спокойно мы пока что просто ждем чтобы нам позвонили все это не рынок рынок должен быть наверху хотя может быть это и рынок тогда давайте искать этого как музыканта уничтожить никто ничего не играет чтобы я что-то слышал ты музыкант а блять наркоман какой-то ясно это не музыкант короче давайте сделаем так тот кто писал комментарии если вдруг ну или тот кто знает где тут просто пишет допустим вот вот так вот смотри-ка вот я делаю карту и говорю что вот я здесь вот центр кабуки вы говорите мне где и куда нужно подняться чтобы я примерно понял каким образом дойти и мы выполним это задание так ответовать просто ждать давайте подождем как там ждать ждать это инвентарь подождать подождем часов наверное десять до тринадцати пяти сейчас она позвонит да не не звонит просто пишет смс а так подожди может быть этот музыкант сейчас появится народ то проснулся утро настало рабочий день никого не вижу никого не слышу никто не играет мне никто ничего не хочет делать ебаные кабуки так хорошо я так понимаю мы сейчас особо не дождемся поехали посмотрим что у нас еще есть по ком звонит колокол это соответственно основное задание которое скоро закончится так звуки музыки подождать сыгранная роль а неизвестный номер аноним сообщение тайны встречи в мотеле аура загадочная хоть на жомришь где что будет дальше как-то из этого выберешься давайте вот сюда мы в принципе рядом здесь находимся 70 метров да мы прям рядом я не помню от кого это задание у нас было какое-то задание где чувак хотел со своей бабенки снять тоже какую-то вот эту вот запись и потом чтобы ее вернуть или что-то там сделать это может как-то относится к этому заданию дочу это еще за таистные звонки я реально я против того что всем раздали мой номер вот просто для все звонят 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 нахуй не звонят блять я вас так не знаю мне звонить лизе да в чем дело рада это на блять вот почему такая спешка что случилось не убила бывает такое просыпаешься ночью не можешь понять кто ты ну в смысле чувствуешь как будто ты ну ты его отделала у меня так всегда каждую секунду такая пустота беспомощность я перестала видеть я перестала творить а сейчас я я же просто хотел расстаться с ним понимаешь я хотела сказать чтобы убирался и я я даже не знаю как так вышло ты задушила его лизе медленно и сломала ему хребет совсем чуть-чуть его толкнула так вот это заслужил так он вроде подожди а если я правильно помню он хотел сделать эту хуйню но он не со зла хотел ее сделать а потому что типа что-то там с ней происходит и что-то как-то по моему это ну как бы давайте вот это выходит что не зря лим тебе да да что то с ней происходило да я я не хотела понимаешь я не хотела ну может и так только ему теперь все равно короче тебе надо убрать труп ты поэтому звонила да журналисты не должны ничего пронюхать понятно тебе иначе хотя что а ведь мир это охотно проглотит история об искушении о пленительной власти над чужой памятью страшная притча о том что душа это лишь набор байтов которые можно копировать и воспроизводить копировать и воспроизводить лизе блять очнись скажи что с трупом делать да окей ладно я разберусь можешь спать спокойно отказался от идеи сделать чтобы народ это там все вот это проглотить так не спи жалко спасибо тебе ты подарил мне нечто прекрасное ну ладно так поднять тело визе тебе бы показаться что ли кому надежному специалисту зачем меня все устраивает рада была познакомиться а теперь иди иди иду иду чё блять разорвалась надеюсь никто не заметит но скажу типа что это мой пьяный друг он совсем плох его нужно доставить вместо отрезвления так сказать вот сюда я его отнес здесь он проспится отдохнет и потом кто-нибудь его заберет так хорошо встретиться канак в углях так подожди кто он то да наверно не знаю вряд ли я не думаю чем там такого счастливого для реально он же хотел с ней сделать что-то хорошего хотел ее перекачать чтобы она не стала психованной ебанашкой она в итоге стала и убил его вот он и не успел нихуя просто не успел так нам почему-то никто ты блять спасибо большое наконец-то начнился наконец-то так звуки музыки это мы ждем трансцендентный опыт так это сложно при это с прошлого а вот это как раз таки к этому как раз таки про квест джонни наверное так сетевая магия вот про это тоже напишите я запутался в них если честно то есть мы можем просто начать диалог джонни чтобы сделать его квест потом а это кстати вот он и есть то есть нам уже попасть на рынок радужная кон конденция где-то находится хуй его поймите так заказ от них звучит рапаза даже даже магнитные диски хуик ци добраться до квартиры джуди джуди это кто джуди чеку пункта к не пор такая джуди выставляешь и далеко не первое правило сверхсекса заказов не браться за них первое правило с политикой не работать с политиком первое правило общение скопа мне сейчас копию ты делаешь нарушаешь все правила разума а давайте позвоните лиза быть давайте позвоним узнаем что он там хочет элизабет кто это такая я не так это эвелин а у нет такого а водород думал нет такого номера а у нас в общем я уже представляю что стоит за смертью райна хорошо пожалуйста зайди к нам такие деликатные вопросы лучше обсуждать лично будем ждать до девка которая с мужиком просили у них этот как его просили выяснить что там случилось с бывшим то ли мэром то ли кем-то которого убили и что там себе сделали тогда помню тогда помню так а нам куда нам вот сюда бы вылетный жилой комплекс потому что там их вроде как им это дело поручил какой-то чувак который тоже хочет стать мэром начальником куяльником паяльником это все оттуда нужно просто был немножечко вспомнить его пожалуйста вспомнили вот пожалуйста но здесь так опа включайся включайся поехали добра за квартиры пиралисов поехали для пища шибут нахуй хорошо перешел ничего страшно не произошло так перебегать дорога ни в коем случае нельзя не понял откройте пустить пожалуйста грязно спасибо пожалуйста за что за информацию так они наверху поехали к ним наверх пинт холл знаешь устрою тебе одна вещь чё такое я слушаю ничего им не говори не дай себя в это втянуть это дело как трясина неосторожный шаг и провалишься с головой да ладно тебе не драматизируй я скажу и уйду блять короче делай как знаешь все равно убеждать тебя бесполезно ну хорошо ладно не ругайся здорово заходи по нему чувству себя как дома батюшку выставка будет пинт самоиграющие пианино так как у вас где-то слышал подожди-ка откуда эта музыка мне кажется такая в злых каплях играл точно говорю вот это начало располагайся да вот эти бы еще штучки неплохо было почитать я так давно хочу их прочитать нет под них время но это оттуда музыка и тигры так может классик какой-то не знаю такую песню мы рады тебя видеть здорово да элизабет сказала у тебя есть новая информация я внимательно слушаю так какая у меня есть информация ну давай допустим не уверен что знаю что тут произошло уверенность вообще большая роскошь но но есть некоторые мысли ну допустим по моему за смертью райна стоит в элден холт я так и знал есть доказательства нету нет только сильные подозрения нам этого хватит джефф нужно быть осторожными не спускать с холта глаз и усилить охрану ты права как и всегда права благодарим за помощь вот гонорар спасибо какой-то хуйню вам нужно беречь друг друга надо теперь всем говорить что мне дает задание проще что-то выяснить будем буду всем верить что это холт за всем стоит холта не все будут платить привет на чем мы остановились прекрати пианино без пианиста хуярит только так мне сегодня позвонит эта подружка ты нет сколько можно ждем кто это целый день ждем она все не звонит и не звонит что за дела нам заканчивать нам заканчивать пора это первая серия записанная после нового года по киберпанку и нельзя слишком долго это делать потому что это же можно с ума сойти ты считай три года ничего не делал а потом хуяк и сразу целый час так это это сил то откуда столько взять даже беда закончу на этом прямо вот здесь вот прям вот тут вот на улице выйдем свежим воздухом подышим посмотрим в небеса на дымки на прохожих и закончим на этом на сегодня ссылка на поле с описании под видео подписывайтесь на канал на паблик на твиттер инстаграм комментируйте ставьте лайки звать про колокольчик так на все уведомления сегодня пришли все ребятушки всем пока раньше здесь был мат